Аномально теплый декабрь спровоцировал ливневую опасность на востоке Казахстана. В высокогорные районы экстренно выехали подразделения ДЧС и специалисты кассели защиты. Необходимо как можно скорее обезопасить более 90 километров горных трасс и провести взрывные работы на самых заснеженных участках. Вячеслав Витлугин увидел, как расчищают горные вершины. Горные маршруты перекрыты. Специалисты готовятся спускать лавину с заснеженных вершин. При плюсовых температурах воздуха, снегонакоплений в горной местности предостаточно. Это видно по работе взрывников КАС Силезащиты. Они буквально утопают в сугробах. Внимание, внимание! Начинаем взрывные работы! Три, два, один, взрыв! В зоне лавинной опасности на востоке 90 километров оживленных автомобильных дорог, связывающих населенные пункты и зоны отдыха. Именно поэтому эти территории сейчас расчищают от снежных масс. Взрывные работы проведены на самых опасных участках в Горной Ульбинке, в районах Алтай и Самар, где шквалистый ветер буквально сносит снег с высокогорий. Для проведения профспусков лавин данные участки выбраны не случайно. Здесь находятся две горнолыжные базы и три дома отдыха. Отдыхает особенно в выходные и праздничные дни более трех тысяч человек. Поэтому данные работы было необходимо провести в целях безопасности граждан. Учитывая резкие скачки температуры воздуха, взрывники КАС целезащиты действуют оперативно. В регионе 325 лавиносборов представляют реальную угрозу для населения. В опасной зоне находятся жилые дома и социальные объекты. Специалистами филиала совместно с сотрудниками ДЧС ВКО произведено 10 профилактических спуск снежных лавин путем взрывных работ и сброшено около 15 тысяч кубических метров снега. Лавиноопасный период на востоке страны продлится еще как минимум три месяца. Поэтому в новогодние праздники и выходные экстренным службам придется контролировать ситуацию непосредственно в горах. Вячеслав Витлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. 24КЗ.